В эфире информационный блок Доброго утра, Таллин. У нас в гостях учитель, методист Таллинской Эттской гуманитарной гимназии Наталья Береснева. Здравствуйте. Здравствуйте. Тотальный диктант совсем не за горами. Как можно к нему подготовиться и сколько времени осталось? Напомните нам. Я рада сообщить, что тотальный диктант состоится 8 апреля, а первые занятия «Русский по субботам» будут уже в нынешнюю субботу в здании Таллинского университета. Вы начнете подготовку будущих участников диктанта. Куда можно приходить и все или желающие могут попасть на занятия? Да, конечно. Все желающие попадут на занятия. Регистрация не требуется для занятий «Русский по субботам». И мы с удовольствием встретим всех, кто захочет что-то повторить. То есть мы повторяем основные правила трудности правописания, и некоторые из них, может быть, даже встретятся в тексте тотального диктанта. Занятия будут проходить в Таллинском университете. Да, на Нарвоменте. Каждую субботу, три ближайших субботы. Тотальному диктанту в этом году исполняется пять лет. Все это время вы занимались с участниками тотального диктанта, работали с ними над ошибками. Скажите, на что следует обратить внимание и какие самые распространенные ошибки? Мне кажется, что самые распространенные ошибки и обидные – это ошибки в знаках припинания. И иногда допускаются разночтения, и люди, конечно, потом недоумевают, и мы стараемся обязательно на занятиях, где идет анализ ошибок, обязательно объяснить, почему было неверное решение поставить запятую, надо было, допустим, поставить тире. Вот это такие частые ошибки, обидные, потому что маленькая эта ошибка, подумаешь, запятая, а все равно ошибка. И еще самые частотные ошибки, как обычно, как и в школьной жизни, на безударные гласные. В этом году еще пока неизвестно имя диктатора, но уже известен автор текста. Это Леонид Юзефович. Что можно сказать о его стилистике написания текстов? На что можно было бы обратить внимание? Вообще он очень интересный автор, с моей точки зрения, потому что он еще историк. И у него всегда присутствует в произведениях исторический контекст. Мне кажется, что из-за этого довольно сложная пунктуация. Зафитых будет очень много. Да, я думаю, что будет много. Есть ли смысл, может быть, обратиться заранее к его текстам? Вы знаете, это интересно, и, конечно, это поможет познакомиться с автором и увидеть, как он работает с предложением. Но на самом деле авторы тотального диктанта, как правило, составляют текст отдельный, специально для тотального диктанта. То есть он уже будет адаптированным? Это упрощенный вариант? Это не упрощенный, это будет специально написанный текст для тотального диктанта. Вот в форме некого эссе. Вы, на самом деле, еще являетесь автором учебников по русскому языку для учеников 4-9 класса. И, конечно же, кому, как не вам, судить об уровне грамотности нашей молодежи и нашего населения? Как он меняется со временем? Ну, к сожалению, меняется он не в лучшую сторону. Наверное, это связано с тем, что наши ученики становятся все больше визуалами, они хотят картинку, они хотят видеть все на экране, и это мешает. Но на самом деле я должна сказать, что сейчас есть такая тенденция, что быть грамотным, уметь грамотно, красиво и убедительно говорить, это становится престижным. И, наверное, потому что умение это теряется, и это помогает, особенно ученикам старших классов, стремиться к тому, чтобы все-таки выглядеть достойно. А много ли молодежи приходит на тотальные диктанты, на предварительные занятия? Могу сказать, что на предварительные, пожалуй, не очень много, ну, примерно треть зала. А на тотальном диктанте молодых много, потому что для них это... Ведь тотальный диктант, он делается и пишется не ради оценки. Это просто такой некий флешмоб, когда все люди собираются в одно время, в одном месте и пишут диктант. Это люди всех возрастов. У нас были участники диктанта от 7 лет до 80 с чем-то. И все с удовольствием писали диктант не для того, чтобы получить хорошую оценку, а для того, чтобы показать, что мы знаем русский язык, что мы на нем пишем, мы читаем и мы уважаем русский язык. Ну что ж, спасибо вам за эту информацию. Ждем тотального диктанта. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была учитель-методист Талинской эхтоской гуманитарной гимназии Наталья Береснева. Спасибо.